привет всем с вами макс это уроки по unity 3d и мы делаем с вами стратегию сегодня 15 урок и он будет продолжением 13 и 14 в которых мы начали разбирать с вами систему строительства и сегодня какие анонсировал ранее мы будем делать джихост нашего объекта о чем я говорю все мы знаем я пока параллельно запущу стратегию все мы знаем что когда мы выбираем постройку какого-то здания в стратегии сначала появляется не сам объекта не само здание которое построится в итоге а его можно сказать такая тень или же джихост это версия английских разработчиков то есть иностранных на своих своих уроках они называют это именно так чтобы вам было понятнее что такое джихост объекта это вот вы видите что сначала наш объект имеет некую прозрачную однотонную структуру и этим и именно в такой способ мы определяем то что объект наш еще на сцене не построен то есть он еще не активен и и поэтому построить пока мисс мы его не можем к слову говоря еще пока не реализован метод допустим когда мы по на после повторного нажатия клавишу удаляли бы этот объект со сцены сегодня мы этим заниматься не будем то есть пока что мы можем лишь ну и собственно говоря и поставить объект на сцену мы не можем после нажатии на кнопку мыши пока мы просто занимаемся сменой вот материалом сколько все это будет осуществляться посредством изменения основного материала текстур на тот который мы создадим это опять же урок будет небольшой и поэтому давайте без лишних слов начнем итак давайте пройдемся по изменениям которые произошли в проекте как я говорил перед каждым уроком если будут происходить какие-то заметные изменения я буду о них говорить и изменения произошли следующие я создал три пустышки и одна из них называется mini map в ней содержится все элементы миникарты все игровые объекты связанные с миникартой в пустышки я закинул все элементы связанные с картой это свет облака деревья каньоны и собственно говоря наша сама карта по-прежнему остался игрок и все элементы игрового меню то есть наш canvas я также закинул в отдельный в отдельный game object и назвал его player меню теперь все все что связано с различными аспектами нашей игры будет записано то есть будет размещаться вот такие вот глобальные на родительские game object далее что касается проекта сама в самом проекте я создал еще два материала то есть папки с дополнительными материалами материал под названием units в нем содержится у меня все материалы всех юнитов которые будут находиться на сцене и я создал материал джи хост юнит то есть материал который будет отвечать у нас за наш джи хост юнита в момент его создания и давайте теперь на нем остановимся во первых материал наш должен быть в первую очередь прозрачный для того чтобы сделать вот таким нам нужно выбрать соответствующий шейдер за прозрачность до грубо говоря нас отвечает transparent shader и типа specular выбираем появляется у нас specular color то есть цвет прозрачности и точнее зеркальности до такой и нам нужно установить основной цвет то есть цвет того самого джи хоста который будет отображаться на экране в стратегиях он иногда синий иногда вот такой синеватый да зеленоватый оттенок имеет иногда желтый красный то есть оттенок вы выбираете на свой вкус и тут что важно вам нужно установить уровень прозрачности альфа канал ну примерно наполовину наверное сделать и прозрачному я поставил 130 и это можно сказать такой оптимальный вариант и цвет specular установите на белый sunshine то есть солнечные блики можете поставить на максимум пусть он будет ровно единице вот собственно говоря материал джи хост юнит готов и теперь нам нужно этот материал каким-то образом применить к нашему объекту которым будет как вы помните мы с вами папочки ресурс создали первого юнита деревья мы будем это деревья относятся у нас карте на то есть а вот delivery это первый наш юнит я еще заодно plane сделаю поменьше пока есть такая возможность потому что слишком уж он большой это вот есть у нас наш префаб он является с то есть есть префаб объекта игрового на общий игровой объект есть префаб самого юнита delivery он является дочерним к ко всему префаб объекта то есть вместе с plane поэтому менять вот эту вот текстуру до материал нам нужно будет не на нашем префабе она дочернем объекте это важно причем на первом дочернем объекте то есть ваш префаб будет состоять из показателей на данный момент двух элементов это plane и собственно говоря сам игровой объект и игровой объект должен стоять первым поскольку обращаться мы будем именно к первому дочернему объекту это что касается ну и к чему мы будем обращаться до обращаться мы будем вот к этому элементу материала мы будем менять его с основного заменять на материал типа g-host это что касается дочерних объектов теперь что касается изменений в самом объекте как вы видите добавился первый скрипт на наш объект этот скрипт носит имя юнит и скрипт это будет у нас таким скриптом который будет впоследствии разрастаться увеличиваться и он будет хранить себе различные параметры значения текстуры какие-то вычисления производить с данным юнитом что-то будет отдавать что-то брать в общем этот скрипт будет отвечать за то что наш юнит в себе хранит какую информацию и что наш юнит делает и будет управлять этим юнитом поэтому этот скрипт мы сегодня начнем а на дальнейших уроках будем продолжать и развивать итак с приготовлениями все ну касательно скрипта создайте папку я назвал ее юнит закинул c-sharp скрипт потом на наш объект который находится в ресурс то есть повторюсь этот скрипт юнит будет висеть абсолютно на каждом объекте но мы просто будем менять для каждого объекта определенные настройки этого скрипта то есть мы сейчас все сводим к тому наш проект чтобы один скрипт отвечал за ну будем так строить скрипты чтобы их можно было популяризировать среди всех объектов я не знаю какое еще слово тут можно применить распространять на все игровые объекты ну которые непосредственно имеют игровое какое-то значение нашей старт теги и вы видите что тег теперь у нас он тегит все объекты которые находятся пока ресурсы они не имеют тега но впоследствии вы помните что мы используем будем использовать два тега ну объектов это create unit и complete unit который создается и юнит уже созданный теперь давайте пройдемся по скриптам для начала я расскажу какие изменения произошли в скрипте гуи create game object что это за скрипт как вы помните когда мы создавали с вами кнопку в панели то есть непосредственно кнопочку на панели то мы давайте еще с этим активным чтобы объяснить мы с вами вот эта кнопочка b1 отвечает за создание этого нашего персона первого объекта и скрипт который занимается вообще назначением объектов носит имя такое как create game object гуи и этот скрипт накидывается на все кнопки объектов которые мы создаем так вот в этом скрипте есть небольшое изменение какое учитывая что объект у нас не имеет тега на данный момент то в момент создания объекта мы должны правильно назначить и то есть назначить ему тег по которым мы будем в дальнейшем его искать на сцене отлавливать и двигать за мышкой поэтому нам нужно создать дополнительный game object pref я назвал его который бы в момент создания нашего объекта то есть до этого мы просто создавали объект а сейчас мы создаем его и сразу же назначаем ему некую переменную с которой мы можем этот объект сделать с ним какие-то преобразования непосредственно в скрипте и так когда у нас объект наш создан мы можем с вами задать ему тег то есть назначить тег который нам необходим для поиска объекта по тегу итак какой же нам нужен тег тег нам нужен прав тег мы назначаем нашему объекту create юнит то есть тот самый который указан здесь тег должен совпадать и лишь после этого наш объект сможет искать точнее наш скрипт который находится на игроке будет искать наш объект с тегом create и что касается бага в момент запуска игры выскакивает очень много ошибок касательно того что объект то есть момент когда мы делаем переборку в этом скрипте mouse point объект поначалу не находится то есть объект с именем точнее с тегом create юнит не находится это вызывает ошибку поэтому сейчас мы ее прям в режиме реального времени исправим поскольку перед когда я готовился к уроку я опять забыл исправить этот баг так и следует сделать нам нужно буквально следующее нам нужно создать некую переменную типа болта которая отвечала бы только на вопрос да или нет и тогда когда мы создаем наш объект включать поиск этого объекта и изменение его позиционирования дабы не перегружать нашу систему давайте тогда займемся создание такого способа нам нужно создать для этого глобальную переменную давайте создадим новую папочку назовем ее global war и создадим и создадим c-sharp скрипт назовем его global war и откроем и так открылся наш скрипт и что нам нужно нам нужно превратить наш c-sharp скрипт который выполняется через моно в обычный файл ну можно сказать файл настроек да такой то есть который не нужно будет запускать отдельно из игры а просто обращаться к нему поэтому мы удаляем все начальные библиотеки отключаем удаляем ссылку то что этот класс имеет ну монобехевер тип формат точнее и оставляем просто публичный класс под названием global war и теперь нам нужно создать в этом классе публичную переменную и не просто публичную переменную а публичную переменную статического типа булевую и назовем эту переменную active ну давайте create unit то есть ну переменную которая бы отвечала за активацию включения и выключения режима постройки именно постройки и сохраним наш скрипт теперь мы можем из других скриптов обращаться к этой переменной глобальной и первое дело что первое откуда нам надо обратиться к этому скрипту это из скрипта create game object то есть в момент создания объекта нам нужно объявить что объект создан на сцене то есть объект create unity поэтому мы мы с вами обращаемся к global war к переменной active create unit из global war и присваиваем ей значение true то есть что все включено теперь нам нужно вернуться к функции скрипту и что здесь раз объект у нас создан который мы должны искать но в этой функции поиск объекта происходит постоянно а нам это делать не нужно поэтому нам надо задать условия какое же условие 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 мы задаем следующее если в нашем файле настроить global war переменная active create unit равна true а она по умолчанию создается как false то лишь в том случае мы с вами производим следующие действия мы с вами ищем наш объект с тегом create unit мы с вами бросаем на сцену луч и делаем ту самую проверку которую я описывал в предыдущем уроке if physics raycast collider map ну и все прочее давайте я наверное уже удалю дебаг из своей сцены мне он уже не нужен и дебаг удалю с отрисовкой красной линии вот такие вот изменения то есть в сущности мы не поменяли ничего кроме того что сделали наш код более оптимизированным то есть у нас постоянно не происходит выполнение вот этой части кода этого сегмента а лишь проверка условия вот сохраняем скрипт новоспоинт и закрываем эти три скрипта которые мы только что изменения именно в саму игру выносили теперь давайте коснемся уже наконец-таки сегодняшнего урока и так скрипт юнит скрипт юнит у нас имеет следующие переменные нам нужно объявить две публичные переменные типа материал которые бы у нас отвечали за материал который мы должны накидывать на наш юнит в зависимости от ситуации пока этих материала только два этот же хост материал наша да наш призрак наша тень объекта который мы строим и материал нормал то есть обычный это не карта нормалей карта нормальный будет называться нормал это просто материал нормал то есть обычный тот самый материал текстуры который будет у нас в основном большую часть жизни того или иного юнита находиться на сцене далее нам нужно объявить две приватные переменные типа стринг и эти переменные будут хранить себе название тегов которые мы будем присваивать то есть у нас есть заранее созданные теги с этими именами и нам нужно теперь объявить переменные дабы удобнее было впоследствии работать то есть у нас объявлены теги и мы уже напрямую обращаемся к ним единственную проверку условия которые на данный момент есть в этом скрипте является проверка условия такого если тег нашего gameobject то есть на который накинут скрипт у него есть тег то есть его тег равен тег create то есть вот этому тегу имена совпадают тегом то тогда выполняется следующее на наш gameobject мы обращаемся к нашему объекту и к его дочернему объекту первому то есть когда мы выбираем get component in children мы подразумеваем обращение именно к первому компоненту нашего то есть первому дочернему компоненту и обращаемся мы к какому компоненту компоненту наш рендер то о чем я вам говорил в самом начале урока и у этого компонента мы выбираем переменную материал то есть мы непосредственно обращаемся к материалу этого компонента и присваиваем ей наш материал jhost тот который мы создали таким образом в момент когда у нашего объекта тег createUnit и к нему автоматически применяется материал jhost далее я не ну чтобы я не забыл скрипт а не не скрипт вот ресурсы delivery и вы видите что у вас здесь будет пусто пока поскольку у вас еще не присвоены ваши материалы присвойте сюда норм материал который вы используете ну то есть фактически материал вашего prefаба он если ваш prefаб создавался ну вы закидывали его отдельно из какой то другой программы в момент когда вы импортируете в unity создается папочка с материалом и именно по ну вы поймете какой именно материал вы используете если же у вас есть еще помимо основного материала карта нормалей не беспокойтесь примените пока просто материал с нормальными мы будем работать чуть чуть позже и и сюда закиньте наш материал который мы создали джи хост вот тот самый такого цвета кого то синеватого да закиньте этот материал в материал с именем джи хост и собственно на этом все мы можем с вами запускать наш проект и заодно проверим работает ли наш переработанный и дополненный скрипт и не вызывает ли у нас здесь ошибку того что юнит с таким-то таким-то тегом не найдет и так как видите консоль пуста все хорошо как видите юнит еще не создан вот я нажимаю на b1 и у нас создается наш юнит с именем delivery и с тегом create unit соответственно материал на нем который используется сейчас наш джи хост и вот вы видите как преобразилась сразу наша точанка и как поменялся у нее материал кажется точку можно на карте сделать еще меньше ну да ладно вот суть урока все работает прекрасно спасибо всем за просмотр с вами был макс до скорых встреч